Вениамин Петрович Андреев пошел на фронт добровольцем. Ему было всего 18 лет. До июля 1942 года он учился в Сталинградском военном училище связи. Продолжил образование в Муроме, куда был эвакуирован. Участвовал в боях за Сталинград в составе маршевых род связи. Под ожесточенным огнем, рискуя жизнью, приходилось прокладывать сообщения в районе Мамаева кургана. Вот вы согласны, как Юлия Друнина, поэтесса сказала, кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Правильно говорили. Она правильно сказала? Правильно. Война есть война. Потому что тебя в любой минуту могут убить. Или осколки бомбы. В 1943 году после окончания училища был направлен в 27-й отдельный полк связи 14-й армии Карельского фронта. Там Вениамин Андреев был назначен начальником радиостанции самолета-бомбардировщика. В условиях Заполярья, как рассказывает герой нашего сюжета, часто использовались подвижные средства сообщения. Авиация, автомобили, оленьи-упряжки. Трудно было обеспечить радиосвязь. Создавали помехи, магнитные бури и северное сияние. Когда северное сияние, прекращается всякая связь. Да вы что? Провода исправлены, радио исправлены. Ничего не работает. Глупо. Это и сейчас так? И сейчас так. И гудит. В нелёгких условиях всегда рядом была супруга Лидия Константиновна. В браке они прожили 72 года. Вырастили двух сыновей. Когда я вышла замуж, я уже свою специальность вообще забыла. Я в ателье училась, в ателье начала работать. Потому что в городе жила Петрозаводская. А уехали уже, встали. То в лагере, то в полку где там что. Ну и разные работы. Главным событием своей жизни Вениамин Петрович называет долгожданный день победы, который он встретил в землянке. Когда объявили, что конец войне, надо отмечать, ничего нету. Старшина прошляпил, водка всегда была, нету. И что вы сделали? Взяли тройный одеколон, флакон, развели в воде, чокнули все, кто был, и выпили за победу. Сейчас 96-летний фронтовик Вениамин Андреев признается, что радует его в жизни честность и порядочность в людях. Встречаете вы в людях честность и порядочность? Да. Вот люди, которые меня знают, в праздничные дни мне покоя не дают. Поздравляют? Поздравляют. Подарки тащите. Я говорю, ничего мне не надо, отстаньте вы. И вот звонят, поздравляют и говорят, мы вас никогда не забудем. За освобождение Советского Заполярья Вениамин Андреев четыре раза получал благодарности от Верховного Главнокомандующего. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью за боевые заслуги. Это память, что я был активно участвовать в Великой Отечественной войне. И что я жив остался. После войны Вениамин Петрович был направлен в ракетную часть в поселок Петровское, где прослужил до 1970 года. В Ленинграде четыре раза принимал участие в парадах на 9 мая. Для Вениамина Андреева каждый день победы волнительный. Ведь в это время он словно заново переживает фронтовые будни. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видне ТВ.